Что будет с вертолётом, если он приземлится на воду? Сможет ли он взлететь вновь? Забавно, практически все вертолёты могут сесть на водную поверхность. Правда, есть один нюанс. Я расскажу, в каких случаях нужна такая посадка, какие есть риски, а в конце покажу, как принц Уильям проделал этот трюк, чтобы просто удивить свою принцессу. Вот уж понты настоящих мужчин. Про самолёты-амфибии вы точно слышали, но что, если я скажу, что есть и вертолёты, которые специально разрабатывались с возможностью посадки на воду. Например, CH-47 Chinook. Дизайнеры добавили герметичные отсеки по обе стороны от плавников вертолёта, а сам корпус сделали водонепроницаемым, защитив критически важные компоненты. Самое главное, что нижняя часть вертолёта была специально разработана так, чтобы не содержать электронику. Благодаря этим конструкторским решениям вертолёт мог приземляться на воду даже при волнах высотой до 1 метра 20 сантиметров. Неплохо, да? Однако Chinook мог держаться на воде только около 30 минут, потому что вода начинала медленно просачиваться в корпус. Тем не менее, установив судовой насос, вертолёты могли оставаться на воде даже при выключенных двигателях до тех пор, пока вспомогательная силовая установка поддерживала заряд батареи. Как и в случае с Сиа Кинг, вентиляционные отверстия на Chinook необходимо было герметизировать, а также установить дополнительно 27 сливных пробок. Армия США неоднократно использовала амфибийные возможности Chinook во время войны во Вьетнаме, но последним, кто применил эту возможность, стали специальные силы армии из 160-го полка специальной авиации. Но как происходят эти самые операции? Манёвр Дельта Куин – это уникальная особенность посадки на воду, используемая, например, при экстракции спецподразделений в срочном порядке с реки, озера или моря. Ведь одно дело десантировать бойцов, а другое – забрать их обратно. В первом случае всё можно сделать просто с воздуха, а вот с эвакуацией всё гораздо сложнее. Вертолёты Chinook направляются к заранее определенной точке сбора, в то время как спецназ на лодках Zodiac старается добраться до этого места, как это делают подразделения специальных операций испанской армии. При выполнении манёвра Дельта Куин, Chinook приземляется на воду, при этом частично сохраняя подъёмную силу в передней части аппарата, что приводит к погружению в воду с задней части грузового отсека, чтобы избежать полного затопления кабины. На полпути через кабину устанавливается водонепроницаемый барьер. Когда грузовой отсек полностью погружён в воду, лодка Zodiac заплывает в вертолёт. Однако, это гораздо сложнее, чем кажется, поскольку грузовой отсек очень узкий. Если лодка неправильно выровнена, это может привести к катастрофе как для людей на лодке, так и для вертолёта. Разумеется, на тренировках спецназовцы подходят к вертолёту достаточно медленно. Но в реальных боевых условиях, когда летят пули и идёт непрерывный обстрел, экипаж обычно влетает в вертолёт на высокой скорости, что делает манёвр ещё более рискованным. Как только лодка оказывается внутри, рампа слегка поднимается, а плот поднимает вертолёт, чтобы вода вытекла из кабины. Несмотря на свою крутость, этот манёвр имеет высокую стоимость. И про эту цену я сейчас расскажу. Вертолёты Chinook больше не осуществляют посадку на воду из-за серьёзных и дорогостоящих требований к обслуживанию после каждой такой посадки. Каких? После посадки на воду аппарат должен быть временно выведен из эксплуатации до тех пор, пока его не очистят тщательно. Для этого нужно демонтировать пол вертолёта. После каждой посадки на солёную воду также проводится проверка на коррозию. Ещё хуже то, что водные посадки чрезвычайно вредны для подшипников колёс, что означает необходимость их полной замены. Получается, что нужно перебрать и заменить половину деталей в агрегате, который и так стоит миллионы долларов. Из-за этого крайне время затратного и дорогостоящего обслуживания пилотам нужно было получать разрешение от отдела технического обслуживания перед каждым проведением тренировок по водной посадке. Во многих случаях ответ был, как вы уже догадались, решительным нет, если только вертолёт и так не планировался к капитальному обслуживанию. Только тогда пилоты получали добро. Со временем военные всего мира, эксплуатирующие Chinook, поняли, что водные посадки не стоят затрачиваемых усилий по нескольким причинам. Новейшее поколение Chinook CH-47F оснащено цифровым управлением полётом, что означает, что вертолёт напичкан электроникой. В то время как старые аналоговые версии Chinook не имели электроники снизу, новые версии имеют. Это означает повышенный риск выхода из строя электроники при водных посадках. Сочетание этого риска с высокими затратами на обслуживание делает водные посадки невыгодными, особенно если уже есть альтернатива. Какая, спросите вы? Этот метод называется хелокестинг. Он широко используется армией США для доставки пехотных подразделений в район операций. Он заключается в использовании различных вертолётов, включая Chinook, которые летают на высоте около 3 метров над поверхностью воды со скоростью около 10 узлов. Члены группы специальных сил покидают воздушное судно обычно парами и затем плывут к берегу своими силами. И это вполне логично, ведь зачем рисковать дорогостоящей техникой, если можно организовать самостоятельный десант? Преимущество этого метода ещё заключается в том, что ему можно научить любого, не только специальные силы, и на практику на суше уходит всего около 20 минут. После этого вы готовы к прыжку из Chinook. Но если бойцы спрыгнули воду, то следующая проблема – как быстро добраться до берега? И в этом случае используют надувные лодки. И тут начинаются уже другие сложности. Даже во время простых тренировок без какого-либо снаряжения это может быть физически очень изнурительно. А теперь представьте выполнение десантирования с 23 килограммами снаряжения и оружия. По этой причине вместо того, чтобы заставлять солдат плыть к берегу, им предлагают добраться на лодках – так называемые утки на военном сленге. Это надувные лодки, которые используются в различных вариациях. Сейчас расскажу подробнее. Существует три типа операции с использованием метода хэлокэстинг и надувных лодок. Твёрдая утка – хард-дак, мягкая утка – софт-дак и свёрнутая утка – ролот-дак. Твёрдая утка обозначает момент, когда полностью надутая лодка разворачивается из вертолёта и скидывается в воду. Если грузовой отсек вертолёта слишком мал для полностью надутой лодки, лодка транспортируется частично надутой и полностью надувается уже в точке вставки. Это называется мягкая утка. Наконец, свёрнутая утка – это когда из вертолёта сбрасывается не надутая лодка, а разворачивается уже непосредственно в воде. Но ладно, с десантом и так всё было понятно. Можно спрыгивать и с воздуха. А как проводить эвакуацию группы? Для эвакуации группы специального назначения без посадки на воду существует несколько методов. Если поблизости находится подходящее место для посадки, можно полностью избежать необходимости посадки вертолёта на воду. Логично, да? Однако, если подходящего места для посадки поблизости нет, можно всё равно осуществить эвакуацию, заставив бойцов одняться по верёвочной лестнице в вертолёт, зависнув над водной поверхностью. Подобное мы постоянно видим в фильмах. Понятно, что это физически тяжело, но ведь я и говорю не про простых людей, а про военную элиту. Но есть ещё один вариант. Вертолёт может поднять человека из воды, используя верёвку и подвесной пояс. Именно для этого и используется система вставки эвакуации специального патруля. Этот метод был разработан как способ быстро подбирать или высаживать персонал вертолётом в местах, где посадка невозможна из-за воды или пересечённой местности. Вам всего лишь нужно надеть подвесной пояс и прикрепить карабин к верёвке. Дальше вас с помощью моторчика затащат наверх. Несмотря на все эти альтернативные разработки, некоторые в армии США выступают за возобновление амфибийных посадок, утверждая, что они всё ещё имеют некоторые преимущества. Например, если вражеская ракета потопит корабль ВМС США, вертолёты, которые не могут приземлиться на воду, должны будут использовать лестницы и верёвки для спасения выживших. С другой стороны, Чинук смог бы спасти их, приземлившись на воду, чтобы они могли заплыть в сам вертолёт. Но не только американские военные озабочены вопросом создания вертолётов-амфибий. Советский Союз тоже в этом преуспел, и некоторые вертолёты до сих пор стоят на вооружении у России. Ми-14 — это уникальный аппарат, который мог выполнять не только стандартные задачи поиска и уничтожения подводных лодок, но и нести на борту ядерное оружие. Он может не только садиться на водную гладь, но и спокойно взлетать с неё и даже маневрировать на ней, будто огромная лодка. Особенностью вертолёта стала возможность использования ядерной глубинной бомбы «Скальп» с мощностью в одну килотонну и массой 1600 килограммов. Эта бомба могла эффективно поражать подводные лодки противника на расстоянии до 800 метров. Дополнительно на вертолёте предусмотрены ориентировочные бомбы ОМАП для точного поражения целей. Но чтобы обеспечить стабильное висение во время работы с гидроакустической станцией, вертолёт оснащался системой автоматического управления. Это позволяло вести точное отслеживание целей под водой. Кроме того, под хвостовой балкой был установлен доплеровский измеритель скорости и угла сноса, что давало дополнительные преимущества в управлении и навигации. Экипаж Ми-14 состоял из двух пилотов и штурмана-оператора, место которого находилось в грузовой кабине. Это обеспечивало эффективное взаимодействие и координацию действий во время выполнения миссии. Вертолёт собирали на московском вертолётном заводе в Панках под Москвой, а конструкцию лодки, на которой базировался вертолёт, изготовили на Казанском вертолётном заводе, где располагался филиал ОКБ. Проект стартовал с модификации серийного Ми-8, к фюзеляжу которого летом 1967 года пристыковали лодку с двигателем ТВ-217. Отличительной чертой было то, что запуск двигателей вертолёта осуществлялся от аккумуляторов, поэтому вспомогательная силовая установка в его конструкции отсутствовала. Как я уже и говорил, основная проблема в посадке на воду — дороговизна обслуживания вертолёта впоследствии. Если бронемашина может функционировать с повреждениями и деформацией от ржавчиной воды, то в авиации всё гораздо серьёзнее. Все элементы должны быть в идеальном состоянии, поэтому это направление развивается со скрипом. Примеры, такие как вертолёт Seeker Sky HH-52 Sea Guard, который мог приземляться и таксировать по воде, и CH-53, способный к водной посадке, а также CH-46 Sea Ignite, способный оставаться на плаву до двух часов, подчёркивают, что хотя технология водных посадок была развита и успешно применялась, современные методы спасения, включая использование обыкновенных спасателей, показали себя более эффективными и безопасными. Риск, связанный с водными посадками, особенно в условиях волнения, делает их нежелательными, даже несмотря на потенциальные преимущества. Даже с Ми-14 была громкая история, когда только 12 из 15 человек на борту выжили в условиях даже небольшого волнения. А ведь этот вертолёт изначально был создан для покорения водных просторов. В итоге, хотя вертолёты, способные к водным посадкам, представляют из себя уникальные и мощные инструменты для спасательных операций, риски и технические ограничения сделали их использование в современных условиях всё более исключительным. А видели надувные валики на маленьких вертолётах? Это ещё один вариант решения проблемы с посадкой на воду. Эти валики цилиндрической формы и соединённые между собой трубками представляют собой надувные поплавки. В случае необходимости экстренной посадки на воду, пилот активирует систему и через трубки, по которым прокладываются кабели, подаётся сигнал на пиропатроны. По принципу действия пиропатроны схожи с теми, что используются в подушках безопасности автомобилей, обеспечивая мгновенное раскрытие поплавков. В результате этого вертолёт обретает положительную плавучесть и может безопасно сесть на воду. Важно отметить, что подобная система наиболее эффективна при приводнении на спокойной водной поверхности, без сильного волнения или течения. В противном случае существует риск, что вертолёт будет унесён течением или его лопасти винта зацепятся за волны, что может привести к аварии. Помимо пиропатронов существуют альтернативные методы надувания поплавков, например, за счёт сжатого воздуха из специального баллона. Или использование выхлопных газов двигателя. Несмотря на то, что эти методы требуют больше времени на надувание поплавков, они предлагают возможность многократного использования системы. Каждый набор таких съёмных поплавков разрабатывается индивидуально для конкретной модели вертолёта. Хотя для наиболее популярных и массовых моделей уже существуют готовые решения. Таким образом, система надувных поплавков делает возможной безопасную посадку на воду даже для тех вертолётов, которые изначально не предназначены для таких условий. Все вертолёты способны приземляться на воду и без валиков. Просто большинство может сделать это только один раз. Однако существует несколько вертолётов, которые могут приземлиться на воду и взлететь вновь с помощью жёлтого скотча. Ну, это не совсем обычный скотч, а особая очень липкая уплотнительная лента, предотвращающая попадание воды внутрь вертолёта и порчу электроники. Например, CH-124 Sea King имеет корпус, напоминающий лодку, что позволяет ему остаться на поверхности воды в течение ограниченного времени. Эта особенность не только полезна при аварийных посадках, спасательных миссиях и операциях спецназа, но также позволяет и повыделываться перед принцессами. Да, вы не ослышались, принц Уильям однажды решил удивить принцессу, совершив водную посадку на острове Принца Эдуарда в Канаде. Он отрабатывал экстренную ситуацию с отказом двигателя на CH-124 Sea King и вполне успешно. В глазах своей принцессы он стал настоящим героем. Да и в целом, как я говорил раньше, манёвр на самом деле достаточно сложный, а самое главное – очень дорогой. Как вы можете понять, польза отводной посадки вертолётов, разумеется, есть, как и потребность в таких аппаратах, но на текущий момент это слишком нецелесообразно. Но если стать вертолётчиком сложно, то попасть в нашу команду гораздо проще. Если вы владеете монтажом, хотите научиться писать сценарии или озвучивать ролики, то ссылка на нашего телеграм-бота будет в описании. Спасибо за просмотр!